Предприниматели Кыргызстана и Германии подписали соглашение на сумму более 1 миллиарда евро. Таков итог официального визита Сорумбая Джейнбекова в Германию, где он встретился с федеральным президентом страны Франком Вальтером Штайнмайером и канцлером Ангелой Меркель. Она заверила, что сотрудничество Германии с Кыргызстаном во всех сферах будет продолжено, выразив надежду на то, что Кыргызско-германский экономический форум даст толчок в развитии экономических связей. О самых основных политических событиях этого визита расскажет Джебек Шаршенбиева. Как отмечалось ранее, самые главные политические события в рамках официального визита Сорумбая Джейнбека в Германию прошли во второй день. Так, 16 апреля глава государства встретился с федеральным президентом Германии Франком Вальтером Штайнмайером и федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Ангела Меркель поприветствовала Сорумбая Джейнбекова на русском языке. После чего Ангела Меркель и Сорумба Джейнбеков представили свои делегации друг к другу. Далее в ходе встречи канцлер Германии отметила, что германская сторона высоко ценит тот путь, который выбрал Кыргызстан. Вы идете путем демократии. Наше сотрудничество в этом направлении и в других сферах будет продолжено, заверила канцлер. Впервые он с визитом как президент в Германии. И я приветствую его в Берлине. Я сама в 2016 году была в Кыргызстане. Я все еще очень хорошо помню, какая красивая эта страна. Но и помню о том, как вы намереваетесь решать те проблемы, которые существуют. Установление парламентской демократии, обращение с естественными природными ресурсами, преодоление геостратегических вызовов и многостороннее сотрудничество. Все эти темы объединяют нас. Также на встрече Ангела Меркель заявила о необходимости укрепления экономических связей Кыргызстана и Германии, отметив, что все двусторонние связи между странами надо развивать дальше. Наши двусторонние взаимоотношения мы намереваемся развивать и углублять именно в сфере молодежного обмена, образования и научных исследований, но и в экономике. Уже 25 партнеров существует между нашими странами в сфере образования. Более 500 студентов из Кыргызстана учатся в Германии и важный вклад. В вашей делегации я видела тоже присутствует представитель немецкого меньшинства, которое является мостом между нашими странами. Более 8 тысяч представителей немецкого меньшинства живет еще в Кыргызстане. Мы очень рады, что экономические связи существуют, но, конечно, еще можно и нужно углублять и расширять. Между Кыргызстаном и Германией имеются множество партнеров, выступающие своеобразным мостом. Канцлер также заявила, что прошедший форум предпринимателей послужил хорошим стартом для экономического сотрудничества и открыл новую веху в этом направлении. Я думаю, что вчерашний экономический форум в Мюнхене был очень хорошим стартом для улучшения экономического сотрудничества. Вы лично его открыли и таким образом подчеркнули интерес Кыргызстана в таком всеобъемлющем экономическом сотрудничестве. В свою очередь, Форумба Джейнбеков поблагодарил Ангелу Меркель за теплый прием, отметив, что после ее визита, совершенного в 2016 году в Кыргызстан, взаимоотношения двух государств активизировались. Поступая, он рассказал и о своих встречах с руководством Германии, в котором были проведены продуктивные и содержательные переговоры. Они охватили все сферы двустороннего взаимодействия и прошли в духе взаимного доверия и понимания. Вчера в городе Мюнхен состоялись мои встречи с руководством Баварии. Я выступил в фонде имени Ханса Зайделя, подробно рассказал о развитии Кыргызстана. Мы провели кыргызско-германский бизнес-форум с участием представителей бизнес-среды двух стран. Установлены контакты, направленные на активизацию экономических отношений. Подписано более 10 документов между правительствами и ведомствами двух стран. Ряд договоров и меморандумов между нашими бизнесменами, общая сумма которых составляет более 1 миллиарда евро. Также выступая, президент озвучил перспективные направления сотрудничества между Кыргызстаном и Германией. Таковыми являются торговая и экономическая сфера, гидроэнергетика, промышленность, вопросы развития зеленой экономики, сельское хозяйство и туризм. Для нас актуально привлечение германских инвестиций, создание благоприятных условий для малого и среднего бизнеса и сотрудничества в сельском хозяйстве. Сегодня Кыргызстан находится на пути активных общественно-политических и социально-экономических преобразований. Наша основная цель – построение экономически развитого правового государства с парламентской демократией. В целом мы выражаем удовлетворение уровнем развития кыргызско-германских отношений. Считаем важным продолжить нынешний темп сотрудничества с акцентом на развитие торгово-экономических отношений с Германией. Активизация кыргызско-германского межпарламентского сотрудничества, дальнейшее тесное сотрудничество в культурно-гуманитарной сфере и в области образования и науки имеет важное значение. Уверен, что это направление станет хорошей инвестицией в будущее Кыргызстана. Я уверен, что дальнейшее тесное сотрудничество Кыргызской республики с Федеративной республикой Германия будет крепнуть и поступательно развиваться. Также в Берлине глава государства Сорумба Джейнбека встретился с федеральным президентом Германии Франк Вальтером Штанмайером. Федеральный президент Германии отметил, что Кыргызстан поступательно идет по парламентскому пути демократии, тем больше вызывает восхищение и уважение преобразованиями, которые проводятся под президентом Джейнбекова. Ну а глава государства Сорумба Джейнбеков подчеркнул, что ведется активная работа в рамках переговорного процесса с Евросоюзом по проекту нового соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Кыргызстаном и Европейским Союзом, выразив признательность за поддержку Германии, которая за годы независимости оказала помощь Кыргызстану в размере около 150 миллионов евро. Сорумба Джейнбеков предложил провести в следующем году Дни экономики Германии в Кыргызстане, озвучив беспокойство по поводу таяния ледников, главы государств подчеркнули необходимость сотрудничества в сфере зеленых технологий, так как таяние ледников – это проблема не только одного региона, но и беспокоит весь мир. Главы государств также обсудили вопросы укрепления принципов демократии, прав человека, обеспечения независимости судебной системы, верховенства закона и свободы слова. Кроме того, в рамках официального визита Сорумба Джейнбеков встретился с главой Бундестага Вольфгангом Шойбле, с которым они обменялись мнениями о политической ситуации в мире и перспективе сотрудничества Кыргызстана и Германии. Шойбле подчеркнул, что Германия всегда поддержит Кыргызстан, который идет по пути парламентской демократии. Ну а наш президент заявил, что готов к развитию сотрудничества с Германией и пригласил представителя Бундестага в Кыргызстан. Тоже следы пуль остались. После глава государства осмотрел здание парламента Германии, которое имеет многовековую историю. Парламентарии этой страны работают в здании остановленного Рейхстага. Во время экскурсии президент Ваочи увидел уцелевшие фрагменты надписи советских солдат и офицеров, оставленных здесь в мае 1945 года. Не оставил без внимания Сурамбаджейнбеков и главный дом наших соотечественников Германии, посольство Кыргызстана, и побеседовал с сотрудниками ДИП-представительства. Так был завершен официальный визит главы государства в Германию, по итогам которого были подписаны 11 соглашений на общую сумму 1 миллиард евро. Дибек Шашамбила, Бахтовик Мамацаев, Пирамида.